У меня вспомнилось и в связи с историей про туалеты, собаку Жижика было замечательно, там про туалеты, и он там в частности сравнил немецкие туалеты, англофессионские, французские, и если это совместить с вашим высказыванием, получается, что есть менталитет, где есть не рассматривать перед тем, как ее спить, а есть где, ну то есть... Да, да, вы этот пример любите приводить, Виктор Мазин, например, в своих реакциях действительно есть такого рода, это опасное слово ментальность, но тем не менее, скажем, есть такого рода коллективная предрасположенность, где над истиной зависают. Более того, именно на истине этого типа, заметьте, пожалуйста, организован дискусс науки в его медицинской части. Все, что касается взятия анализов, забора разного рода биологических сред, которые тщанием и даже любовью рассматриваются в соответствующих лабораториях, все это вызывает иронию у населения, и ирония это, конечно, совершенно не случайно, потому что субъект именно в том, что касается его желания, того режима С2, в котором он функционирует, и который я в прошлом году аккортиризовал, назвав его режимом, где производится восполнение знаний о наслаждении, в этом режиме субъект, конечно, понимает, что медицинская наука наслаждается, что эти выделения ей нужны не просто так, что они могут быть объектами влечения. Например, поговорка, которая ходила среди пациентов военно-медицинской академии, звучавшая следующим образом, шереметь его врачу, каждый день сдавать мочу. То есть здесь складывается впечатление, что будто бы в этой мочи у него есть какая-то нужда, что нужно ее много, что опять же выражается и в скетче, где этого продукта приносится полная банка и так далее. И если режиму науки удается каким-то образом сделать вид, что ему эти выделения нужны лишь для установления истины, то есть он делает вид, будто бы не в них самих дело, что они лишь ведут какую-то истину, но сами истиной не являются, то это благодаря лишь тому самому трюку, в котором нам удается сместить означающее, сделав вид, что то, что мы искали, является на самом деле чем-то другим. То есть совершенно очевидно, что само выделение является истиной. Не нужно его исследовать, рассматривать, обнюхивать, производить замерение и подсчеты, чтобы какую-то дополнительную истину из него извлечь. Оно есть истина во плоти. Но дискурс науки потому и сохраняет серьезность, потому удается ему отбиться от многочисленных шуток и подозрений, в том, что там имеет место какое-то особое анальное влечение, поскольку он из этой явленной истины производит еще несколько истин. Скажем, анализ крови. То есть сама по себе кровь уже в достаточной степени истина. Мы знаем, как кровь функционирует, скажем, в барочной немецкой драме. Кровь – это то, что указывает на то, что преступление совершилось, вам не отвертеться. В этом плане кровь и есть истина, глаз истины. Но врач поддерживает видимость серьезности, видимость науки, видимость какого-то дополнительного производства знания, S2, ввиду того, что с этой кровью он производит какие-то манипуляции, которые приносят новые числовые выражения. Будет ли это размер, плотность и так далее. А может ли это еще совместить с тем непонятным моментом, что нет никакого наслаждения в S2 знаний? В самом S2, если он находится на верхнем этаже, то есть в дискурсе университета, никакого наслаждения нет. Но врачи же там, они в дискурсе университета, они там наслаждались этим аналитикам. Но в том-то и дело, что так подозревает обыватель, и так может подозревать аналитик, но в том-то и дело, что им удается хорошо отбиться от подозрения наслаждения, потому что S2, в их случае, вы можете убедиться, открыв ваканский семинар, находится на месте агента то есть наслаждения там нет, все наслаждение находится с правой стороны, со стороны другого когда С2 является продуктом как это происходит, скажем, в дискурсе истерички или когда С2 является рабом, как это происходит в дискурсе аналитика, наслаждение вполне возможно ни у кого нет сомнений, что этим можно насладиться что кого-то обокрали наслаждение, или напротив кому-то его поднесли в избытке, хотя он этого не заслуживает, ничего для этого не сделал тогда, когда С2 оказывается справа в дискурсивной разметке в той самой четвероногой схеме, которую Лакант крутит в 17-м семинаре, то наслаждение явлено, в нем сомневаться не приходится. Если оно находится слева, то возникает большой вопрос. То есть если мы говорим о дискурсе, где наслаждение находится слева, это дискурс университета, это дискурс психоаналитика, заметьте. На самом деле сегодня принято их противопоставлять, даже более того, их удобно противопоставлять, но это удобно делать лишь постольку, поскольку, что в деятельности аналитика есть что-то такое, чем не занимается университет. Я полагаю, что здесь нет нужной противопоставлять их политически, как это сегодня иногда делают лакановские аналитики, уверяя, что университет это одно, а аналитик это совершенно другое. Как будто быть аналитиком большая добродетель. На самом деле аналитик отличается от университета лишь тем, что он не занимается тем, чем занимается университет. Это заметно уже в ранних работах Фрейда. Скажем, никто не будет заниматься детской сексуальностью. Даже не в том дело, что это неприлично, здесь никто не видит проблемы. Но Фрейд проблему видит, и именно здесь начинает коваться, образовываться даже скорее как паутина постепенно ткаться его С2 из которого проистекает все то, что касается опять-таки бессознательного его функционирования в детском возрасте то есть аналитик просто подбирает вещи, которые никому не сдались и важно, что это не истина потому что на истину напротив охотников хватает так вот, заметьте еще раз это может дать вам ключ к прочтению 17-го семинара что когда С2 находится слева, оно или в режиме агента либо в режиме знаний, как у психоаналитика то наслаждение является чем-то таким что подозревать трудно мы подозреваем, во-первых, субъекта университета скажем, врача или исследователя что он наслаждается, когда копается в выделениях или грязи скажем, будь он геологом или археологом мы подозреваем, но улик у нас нет и последнего суждения вынести нельзя а почему нельзя вынести его? потому что С2 здесь опять-таки слева сверху мы подозреваем психоаналитику, что он наслаждается нету, опять же, недостатка в материале где аналитик представлен субъектом который может насладиться или через то, что говорит ему анализант или через собственное умение это толковать или через то, что он не говорит анализанту То есть есть подозрение, что в анализе какое-то наслаждение присутствует, и что его инициатором является аналитик. А что в этом похоже? И потребитель тоже. Заметьте, вы не можете этого утверждать, потому что С2, опять же, находится слева. В дискурсе аналитика оно слева внизу, и поэтому аналитику всегда удастся произвести продукт, который на наслаждение не указывает. Продукт, который несет с собой что-то еще. Это то самое, что не роднит аналитика с университетом, но, по крайней мере, ставит его в такое же положение. Напротив, в дискурсе истерика и в дискурсе господина, где С2 находится с другой стороны, наслаждение говорит довольно легко. Если господин его получает, если он его приобретает, если он его выгодоприобретает, здесь уместен этот термин, то в случае истерии это наслаждение, которое у господина было украдено. В этом плане близость дискурса господина и дискурса истерички, как Лаканта прописывает в 17-м семинаре, налицо. Они в сговоре. Я ответил на ваш вопрос? Вообще да, очень. Спасибо большое. У меня у нас не пишет. Получается, как только этот геолог или лаборант приходит к аналитику и начинает рассказывать ему, какие он наслаждения получал, значит, с чем работал материалом, он тут же вываливается из дискурса университета. Да, конечно. То есть сказать об этом можно только в дискурсе аналитика. И будучи только с той стороны, где объект малый А представлено вам как нечто, представлено данное вашему созерцанию в аналитике. То есть то, что вы наблюдаете в аналитике, это отсутствие желания. То отсутствие желания связано не с какой-либо атораксией или каким-то особенным спокойствием аналитика, а связано с тем, что то, что вы на его месте наблюдаете, это то, что наблюдать нельзя в принципе. Это объект, недоступный зрению, недоступный отражению в зеркале. Это амала. Как только эта амала становится вам доступна, пусть даже каким-то иным зрением, зрением, которое является процессом вашего наблюдения за функционером желания другого, как только вы на этом месте обнаруживаете А, как тут же делается возможным говорить о чем-то таком, что ранее для вас не было предметом наслаждения, но именно в анализе оно этим предметом стало. То есть за одним числом он этим предметом оказался. То есть так анализ и срабатывает. Дело не в том, чтобы вытащить у вас признание о том, чем вы когда-то насладились, и на этой основе обвинить вас, указав на факт вашей перверсивности или вашего невроза. В анализе как раз таки дело в том, чтобы сделать материи наслаждения то, что ранее наслаждение не доставляло. При этом, тем не менее, именно как наслаждение в вашем поведении оно срабатывало. То есть вы не наслаждались, но вы повторяли. Повторяли вы не потому, что вы наслаждаетесь. Но как только вы попадаете в анализ, как выясняется, что у режима повторения есть то, что наслаждение указывает. Именно поэтому ваши действия можно задним числом как наслаждение пометить, именно поэтому они анализабельны, потому что в анализе ничто не анализируется помимо наслаждения.